Тольянка Набегают непрошенные слезы, Хочется куда-то бежать, Кого-нибудь обнять, Покаяться перед всем миром И выплакать всю горечь Накопившуюся в сердце. Я и сам когда-то Пел, но вставая, Где ты, моя липа, Липа и коваря? Какая очищающая И опьяняющая Есенинская грусть, Какое просветление! Сергей Есенин, Его талант мощно взметнул Когда-то в небо свое пламя И парит теперь среди звезд, И поток логических строк Струится в своем исконном Оуществе, к нам на землю. Затружилась Свества золотая В розоватой воде на пруду, Словно бабочек легкой стали С забиранием И в небе звезды. Я сегодня влюблен в этот вечер Близо к сердцу Желтеющий долг, Покрым ветер, По самые плечи Закалил На березах поток. И в душе, и в долине прохлада Синий сон, как стадо овец, Закалил И снов, и в душе, и в душе, и в душе, и в душе. Сердцу Константинова У него есть родная, рязанская земля, Родина, у него есть Русь. Ой, ты, Русь, моя родная, Хаты в ризах образа, Не видать конца и края, Только синий сосет глаза. Как захожий богомолец, Я смотрю твои поля, А у низеньких околиц Звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом По церквам твой кропкий спас, И будит за карагодом На лугах веселый пляс. Побегу по мятостежке На приволь зеленых лех, Мне навстречу, как сережки, Прозвенит девичий смех. Если крикнет Радь святая, Кинь ты, Русь, живи в раю, Я скажу, не надо, рай, Дайте Родину мою. Сергей Есенин с гордостью Всегда говорил, что родился с песнями В травмном одеяре, И воспитание имел отменное. Маленькому Сереже Едва исполнилось два года, Как родители приняли решение Отдать его на воспитание Довольно зажиточному деду Панкеринской линии, У которого было трое взрослых Неженатых сыновей. Вот с ними-то и протекало Почти все его детство. Дядя и его были ребята Заблые и отчаянные. В три года они посадили Племянника на лошадь без седла И сразу пустили в голову. Он хоть не испугался, Но очень крепко держался за холку. Потом его учили плавать. Дядя Саша брал Сергея в лодку, Отъезжал от берега, Снимал с него белье И как щенка бросал в воду. Мальчик неумело и испуганно Плескал руками, А он все кричал. Эх, стерва, Ну куда ты годишься? Стерва у него было Слово ласкательное. После лет восемь Другому дяде Сергей Часто заменял охотничью собаку. Плавал по озерам За подстрелянными утками. Среди мальчишек был всегда Коноводом и большим дручуном, И ходил всегда царапином. За зарство Сережу ругала Только одна бабка. А дедушка иногда и сам Подзагаривал на кулачный бой. И часто говорил бабке, Ты у меня, дура, его не трожь. Он так будет крепче. Бабушка любила мальчика Изо всей мочи. Нежности ее не было границ. К мечте Сергея Есенина Стать поэтом В семье все отнеслись Скептически. Пустое дело. Ну, а если тебя нет, Пиши про рожь. Но больше про кого? Из него очень хотели сделать Сильского учителя. И потому, Когда он подрос, Отдали в церковно-учительскую школу, Окончив которую, Он должен был поступить В Московский учительский институт. К нему счастью этого не случилось. Стихи Сережа начал писать рано, Лет девяти. Семнадцатилетним юношей, Набравшись смелости, Разослал свои стихотворения По всем журналам. И был очень удивлен тем, Что их не печатали. И, недолго думая, Поехал в столицу разбираться. В 1912 году Деревенский мальчик Сережа Есенин Приехал покорять Москву. И вскоре устроился работать В типографию Сидина, Корректором. В своем коричневом костюме И ярко-зеленом галстуке Он выглядел по городскому. Есенин искренне считал, Что в таком виде Не стыдно в редакцию зайти И с барышней познакомиться. Но в редакции Стихи печатать не хотели, А барышни смеялись Над его деревенским говором И вычурным калстом. Решение поехать в Петроград Было спонтанным. В Петрограде Он со стенчивостью Никогда не страдавший Прямо с вокзала Отправился на квартиру К Александру Блоку. Когда Сергей Есенин Воочию увидел Блока, Его бросило в жар, Он вдруг осознал, Что перед ним Поэтическое божество Литературного Олимпа. Есенин осторожно Перевел дух И начал читать Блоку Свои стихи. Я покинул родимый дом, Голубую оставил Русь, В три звезды березняк Над прудом Теплет матери Старой грусть. Золотой лягушкой луна Распласталась на тихой воде, Словно яблонный цвет Седина У отца пролилась в бороде. Я не скоро, Не скоро вернусь, Долго петь, Извинеть пурге, Стережет голубую Русь Старый клен На одной ноге. И я знаю, Есть радость в нем Тем, кто листьев Целует дождь. От того, Что тот старый клен Головой на меня Похож. Блок его внимательно слушал, Восторженно кивал. Именитый поэт был просто потрясен, И поэтому сразу дал Лунише рекомендательные письма В журналы, А напоследок подарил Свой сборник стихов. И вскоре С легкой руки Блока Благодарный Петербург Просто носит Есенина на руках. Его воспринимает Как крестьянского орфея, Певца деревни, Плакучих ив, Опавших кленов И белых берез. Поэта для хороших И нежных девушек. Есенин читает Свои стихи И в философских кафе, И в модных кабачках, И в литературных салонах. И поклонницы На его выступлениях кричат Душка Есенин! Он в моде. О, верю, верю, Счастье есть! Еще и солнце не погасло, Заря молитвенником красным Пророчит благостную весть. О, верю, верю, Счастье есть! Сергей Есенин приоделся. На нем атласная рубашка, Выжатая серебром, С опьяновой сапожки. Он просто блистает Своей народностью. Милые дамы Сыплются в его окошко, Как спелые ягоды. Светские львицы, Графини, княгини Отбивают друг у друга Нового, модного кумира. Ты меня не любишь, Не жалеешь. Разве я немного некрасив, Несмотря в лицо От страсти млеешь, Мне на плечи руки опустив. Молодая, С чувственным оскалом, Я с тобой не нежен И не груб. Расскажи мне, Скольких ты ласкала, Сколько рук ты помнишь, Сколько губ. Знаю я, Они прошли, как тени, Не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, А теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, И ты думаешь о ком-нибудь другом, Я ведь сам люблю тебя Не очень, Утопая в дальнем, дорогом. Этот пыл Не называй судьбою, Легкодумно вспыльчивая связь, Как случайно встретился с тобою, Улыбнусь, Спокойно разойдясь. Да и ты пойдешь Своей дорогой Распылять безрадостные дни, Только не целованных Не трогай, Только не горевших Не мани. И когда с другим По переулку Ты пройдешь, Болтая про любовь, Может быть, Я выйду на прогулку, И с тобою встретимся мы Вновь. Отвернув к другому Ближе плечи И немного наклонившись вниз, Ты мне скажешь тихо Добрый вечер, Я отвечу Добрый вечер, Мисс. И ничто души не потревожит, И никто ее не бросит в дрожь, Кто любил, Уж тот любить не может, Кто сгорел, Того не подожжешь. Сергей Есенин очень часто Задавал себе один и тот же вопрос. Моя жизнь, Что в ней главное? Самое важное, Что? Мысли, Заблуждения, Друзья, Мои стихи, Любовь, Женщины. И сам себе отвечал, У меня было Три тысячи женщин. Вы поверили мне? Ну, триста, Ну, тридцать, Ну, две или одна. Вы помните, Вы все, конечно, Помните, Как я стоял, Приближившись к стене, Взволнованно ходили вы По комнате, И что-то резкое В лицо бросали мне. Вы говорили, Нам пора расстаться, Что вас измучила Моя шальная жизнь, Что вам пора За дело приниматься, А мое дело Катиться дальше, Вниз. Любимые, Меня вы не любили, Не знали вы, Что в сомнище людском Я был, Как лошадь, Загнанная в мыле, Пришпоренная, Смелая, Незнакомая. Эти замечательные Поэтические строки Сергей Есениев Написал спустя шесть лет После расставания С Зинаидой Николаевной Райхом. И как же он Ошибался, Она любила его, И позови он ее обратно, Она бы пошла, Нет, Побежала бы Под проливным дождем, Позабыв прихватить Зонтик. И он меня не позвал. И ее, Зинаи Дурай, Милую, Тургеневскую девушку, Он меня не позвал. Меня все называют Хохотушкой, А еще Красавицей. Я работаю Секретаршей В редакции газеты Дела народа И собираюсь замуж За поэта Алексея Галина. Впервые я увидела Сережу Есенина Весной 1917 года. Есенин с приятелем Зашли в редакцию. Он сразу подошел Ко мне. В его бездомно Голубых глазах Одновременно Плескалось И восхищение, И удивление. И я, Не задумываясь, Представил Синаида Райху. Наш роман Начался с первого Дня ознакомиться И продолжился Денисин. Мы встречались Только на ветерах И всегда Были нахуй. Алексей Ганин, Все еще Оставаясь С моим Официальным Женихом, Пригласил нас К себе на родину, Вологду, Дня и Сергею. И вот мы стоим На палубе Белоснежного Прохода. Крайм глаза Я вижу, Как Ганин С той сторонки Ласково смотрит На меня. Он не слышит, О чем Говорит Сергей. Дина, Это очень серьезно, Пойми же. Я люблю вас С первого взгляда. Давайте Обвенчаемся Немедленно. Если откажете, Покончу с собой. Скоро берег, Церковь. Решайте, Да или нет. Да, Шепчу я. Мы обвенчались В маленькой церквушке Под головкой. И искренне верили, Что будем жить Долго и счастливо. И умрем В один день. У меня не было Поконченного платья, Его заменила Белая повточка И простая черная юбка. А букет цветов Сережа набрал Для меня На опушке По дороге в церковь, Где и была Великая ночь. Мы красивые И счастливые, Охваченные Огнем любви. Не можем Оторваться Друг от друга. Но ходим По городу, Взявшись с танки. Он так хорошо Вдвоем Это была Искренняя Синяя И обольная. Тогда Сергей Подарил мне Свою фотографию И наоборот Написал За то, Что девушка Мне Предстала Ты мне На пути Моих Неси Озорвнув Теплый Август Весь Румяных Яблоков. Вот Глупые Счастья С белыми Оконами И сна. На пруду Лебедям Красным Плавает Тихо Закат. Здравствуй, Золотое Затишье С тенью Березы В воде. Калачистая На крыше Служит Вечернюю Звезде. Где-то Засада Несмела Там, Где Карина Цветет, Нежная Девушка В белом Нежную Песню Поет. Сделется Синюю Рясой С поля Ночной Холодок Глупые Милые Счастья Свежая Рот Батчук. Наш Первый Дочка Родилась В мае 1918 Я назвала Ее Татьяна В честь Мати Сергея. Сын Был Назван Костей В честь Села Константиново Где Родился Синюю. Семейная Идиллия Закончилась Ровно Через Три Года После Венчания. Весенену Началась Шальная Жизнь, Которая Совершенно Независия. Как Независия. Был Независия. самого себя, все это по существу, огромнейшая и роковая машинка. Есть нечто, что он любил выше всех женщин, выше любой женщины. Это искусство. Да, искусство для меня дороже всяких друзей и женщин, а ведь искусство-то я никогда ни на кого не поменяю. И как жаль, что Есенин со своим творчеством, со своим буйным темпераментом не смог вписаться в систему, которая вся и все контролирует. Сергея Есенина заставляют работать под контролем, а он и может, но потому что не получил специального образования и до конца не понимал, что же все-таки происходит. Потому и написал «Я не могу, задрав штаны, бежать за комсомолом». А система уже начала упорядочивать поэтов, писателей, приводить их в норму. А Есенин не хотел никому починяться, не хотел и не стал. Поэтому два человека вели в нем тяжелую, глупую и постоянную борьбу. Один – застенчивый, влюбленный в жизнь, и второй – городской века, забияка, скандалист и озорник, безрассудный. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря! Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верил. Горько мне, что не верю теперь. Золотые, далекие дали, все сжигает житейская мреть. И похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Дар поэта – ласкать и корябать, роковая на нем печать. Розу белую с черною жабой я хотел на земле повенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней. Но, коль черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Вот за это веселье мути, отправляясь с ней в край иной, Я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, Чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, Положили меня в русской рубашке под иконами умирать. В тот 24-й год Сергея Есенина буквально затравили. В газетах стали появляться резкие критические статьи, Обвиняющие в недостойном поведении. Против него было возбуждено несколько уголовных дел И в основном подвинением в хулиганстве. И Есенин был настолько удручен, Что перестал чувствовать весну, первый снег и любовь. Ему так казалось, и вдруг появилась она, Августа Миклашевская. Все вокруг говорят, что мне очень подходит мое имя, Августа Миклашевская. А Сергей называет меня Буфи. Мне не очень нравится это имя, Но он так и нежно. Его произнесет, и я с этим не люблю. А Москва бурлит, Присоединяя меня в невесты к Есенину, Но я на это не надеялась. Хотя знаю, что ему всегда нужна была влюблённость, Ведь, чтобы писать стихи, Нужно вдохновение, порыв, страсть. И как не хочется верить Мариен Гоффе, Как не хочется верить его пророческим словам. Вы, гимнадистка, Вообразили, что можете его изменить. Ему это не нужно. А мы встречались каждый день, Целый месяц. Гуляли по Москве, Продлили по городу, Ездили за год, Очень много гуляли. В то время я написала с вами Полоранная золотая зонка, Под ногами шуршала, Служая еду. Я с вами, как гимнадист, Тихо и удивлённо говорит мне Есенин. Он мог видеть его в мире, читать. А мои комнаты на Малой Никитской Были похожи на рощу. На рощу из горизонтемы, Из асов, которые он постоянно приносит. В день своего рождения, Он приехал в кафе, В шаровые золотые и круглые золотые, Такие, как у Пушки. В доме уходы, И с врачом. Это очень смешно, Но просто мне хотелось быть Хоть чем-то на него похожим. Толпа гостей, Званых, незваных, Жастого поздравить. Его лично, Первого поэта Советской России. Но я не всем сказал, И сегодня за Сергеем буду я. И все со мной чокали, Все со мной чокали. А Сергей весь вечер Ставался трезвым, И помогал мне потихонечку Залипаться. Однажды, в присутствии Малингофа, Он сказал, Я буду писать ей стихи, А Малингофа, Такие, как Дунька? Нет, Говорит, Я буду писать ей нежные. Он написал Церковь стихотворения, Которые потом сложили Цикл «Любовь славика». Заметался пожар голубой, Позабылись родимые далее. В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалей, Был я весь, Как запущенный сад, Был на женщин, Изделие падки. Разонравилось пить и плетать, И терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, Видеть глаз, Зла-то карель, омут, И чтоб прошлое не любя, Ты уйти не смогла к другому. Постык нежный, Легкий станет. Если б знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулиган, Как умеет он быть покорным, Я б навеки забыл кабаки, И стихи бы писать забросил. Только б тонком косатый реки, И волос твоих цветов веки, Я б навеки пошел за тобой, Хоть твои, Хоть чужие дали. В первый раз Я запел про любовь, В первый раз Отрекаюсь скандали. Стихи о любви Были написаны, И муж из камерного театра Больше не мог чем-то. И он ушел, Но совсем ушел, И я кричала, Есенин, Есенин, Не уходи, пожалуйста, Я тебя очень прошу, Ну, не уходи. А он все равно. Ему двадцать семь, А мне тридцать два. И я, что называется, Женщина с хорошим. Заканчивается. Сергей Есенин, Его невозможно не любить, Ведь он сама душа России. Веселая и отчаянная, Бесшабашная и мятущаяся, Страдающая и одинокая, Не похожая на других. Его порезия – это гимн жизни Во всех ее проявлениях. Гимн жизни непредсказуемого, Трудный, Полный разочарований, Но удивительный и прекрасный. Это гимн хулигана и скандалиста, Вечного мальчишки и великого мудреца. У Сергея Есенина, Для каждого из нас, Есть своя поэтическая проявления. Ее просто надо обязательно найти И повторять, Как пророчество, Как гимн, Как мисокринание. С этими универсикациями. Продолжение следует...